Добрый день в эфире время новостей полуострова. Россия не исчезнет из высшей лиги мирового авиастроения. В этом заверил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, наша страна в состоянии строить самолеты, способные конкурировать с зарубежными производителями. Главная надежда отечественного авиапрома – гражданский лайнер МС-21, который должен подняться в воздух уже в конце этого года. В Крыму и Ростовской области начались оперативно-тактические учения авиации Южного военного округа. В них будут задействованы более 50 воздушных судов, ударные вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, а также новейшие двухместные истребители Су-30СМ и модернизированные истребители Су-27. Летчики отработают полеты в составе пары, вылет на перехват воздушной цели. Кроме того, будут проведены стрельбы по наземным мишеням. Около пяти миллионов граждан Украины, примерно каждый восьмой, живут за пределами страны. Причем большинство выехало в Россию, видимо, преодолев неприязнь к этой стране. Как передает ТАСС, сообщили в МИД сопредельного государства. Сегодняшняя статистика говорит о том, что за границей легально находятся около пяти миллионов граждан Украины. Цифра впечатляет, и она имеет тенденции к росту. Еще в 1991 году на Украине жителей было больше, примерно на 10 миллионов. Сколько еще из оставшихся 42 миллионов 800 тысяч захотят от хорошей жизни? Покинуть Риднуненьку можно только догадываться. Уборка территории в Тихой, Лисии и Бухтах займут совместные муниципальные унитарные предприятия. Такое решение приняли на совещании в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым. В то же время профильный министр отметил, что торговля на этих территориях запрещена, как и проезд на автомобилях. Однако последний запрет не касается лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе сопровождающими. Территория этих ландшафтно-рекреационных парков огромная. Для того, чтобы содержать их, необходимы средства на уборку территории и охрану. В связи с чем совместно с главами администрации принято решение об оказании платных услуг по предоставлению мест на автомобильной стоянке и установлению палаток. Участники так называемых полян протеста в Симферополе и Симферопольском районе будут обеспечены земельными участками до конца сентября. Об этом заявил вице-премьер Руслан Бальбек. В резиденции полпредопрезидента России в Крыму обсудили, как реализуются стратегии государственной национальной политики на 2025 года. Российская Федерация – одно из немногих государств мира, где живет так много народов. Русские, украинцы, буряты и башкиры, чеченцы и армяне и многие другие – все мирно, сосуществуют и уважают традиции друг друга. В Крыму проживает 2 миллиона 300 тысяч человек, которые представляют 175 национальностей. Всего же в Российской Федерации, по данным Всероссийской перебеси 10-го года, насчитывается 193 народа. Наша общая задача – сделать так, чтобы все эти народы жили дружно, в мире и уважении, не испытывали ни малейшего чувства неравенства или превосходства одного этноса над другим. Один из самых многонациональных регионов России – Крым. Яркий пример того, как интенсивно реализуется программа стратегии государственной национальной политики. Всем полуостровом здесь отмечают Первомай, Хадрелес, Песах, Панаир. А 21 апреля – исторически важное событие – День возрождения реабилитированных народов. Сейчас репатрианты могут рассчитывать не только на социальную, но и материальную поддержку. За два года более 177 получили жилье. Многие районы компактного проживания газифицировали. Решается проблема и с участниками так называемых полян протеста. Госкомрегистром на подтверждение отсутствия земельного участка либо иного имущества обработано из 5000 заявок более 2000. До конца недели должны обработать оставшиеся заявки. Согласно дорожной карте, до конца сентября в Симферополе и Симферопольский район должны быть все участники полян протеста обеспечены земельными участками. Специалисты уверены, работа над реализацией стратегии государственной национальной политики должна проходить на всех уровнях – от федерального до муниципального. Многое зависит от общественников. Национальная политика делается не в кабинетах, она делается на земле. Среди общественных объединений, среди чиновников, которые полномочны отвечать за эти отношения. И поэтому развитие взаимодействия с органами муниципальной власти, особенно в Республике Крым, постоянный контакт органов региональной власти с муниципальными, а муниципальных, в свою очередь, с представителями общественных объединений – это залог, на наш взгляд, эффективности реализации государственной национальной политики. Как она реализуется, контролирует президент страны. 26 апреля Владимир Путин подписал указ об учреждении премии за вклад в укрепление единства российской нации. Церемония торжественного вручения будет проходить регулярно, начиная с этого года. Ольга Савенко, Игорь Романенков, Время новостей. Норма «Опасное вождение» вступила в силу. Согласно официальному документу, неоднократное совершение одного или нескольких действий, которые привели к угрожающей ситуации на дороге, теперь считаются следствием неграмотного и безответственного поведения водителя. Введение нового термина призвано снизить аварийность и травматизм на дороге. Как сообщили в правительстве России, пока инспекторы ГИБДД не будут применять санкции, однако со временем введут штраф порядка 5000 рублей. Для того, чтобы водители могли скорее разобраться с нововведением в интернете, появился сайт опасноявождение.рф. На портале представлены наглядные примеры. Понедельник, 13 июня, объявлен выходным днем в связи с празднованием Дня России. Информация размещена на официальном портале правительства. Чистые пляжи, обочины и должное состояние дорог. Крым активно готовится к курортному сезону. Исключением не стала Евпатория. Там в уборке территории участвует буквально весь город. Процесс подготовки находится под контролем городской администрации. Насколько Евпатория готова к наплыву туристов, расскажет Анжелика Завгородняя. Перед тем, как начать тотальную уборку, глава администрации лично объехал всю территорию города. Незаконное строение, палатки и ларьки в зонах отдыха в этом городе убрали еще в прошлом году. Уже благоустроили пляжи, очистили от мусора не только парковые зоны, но и придомовые территории. Курортные зоны превратили просто в рынки. Просто превратили в рынки. И мою позицию я ее озвучивал неоднократно и публично, что курортные зоны и променантные зоны – это не место для торговли трусами и тапками. Это место променада, и оно должно быть наполнено культурными событиями. Евпатория издавна считалась детской здравницей. И здесь много санаториев и пансионатов для родителей с детьми. Поэтому в планах у администрации уже в ближайшее время вернуть городу этот статус. Нужная работа уже ведется. У нас для этого есть основное. Это то, что осталось в наследство после построенного еще во времена Советского Союза. 64 санаторных курортных комплекса, из них 35 пионерских лагерей. Все это, конечно же, хорошая основа для того, чтобы развиваться как детская здравница. Большой потенциал у города и в части культурной составляющей. Евпатория – место с богатейшей историей и множеством достопримечательностей. Кроме того, успех курортного сезона прежде всего влияет на социальную экономику города. От него зависит заработок большей части евпаторийцев. Нам важно, чтобы люди, которые к нам приехали, они видели чистоту, порядок, им понравилось. И они не только вернулись сами, но и, конечно же, привезли с собой, еще рассказали соседям, друзьям, родственникам и привели за собой еще к нам своих гостей. Традиционно Евпатория принимает четверть всего потока туристов, приезжающих в Крым. Стоит отметить, что количество отдыхающих в гостиницах, санаториях и пансионатах Евпатории на сегодняшний день уже на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года. Также местные власти планируют запустить аэроэкспресс Симферополь-Саги Евпатория. Для этого нужно будет построить вокзал аэроэкспресса и проложить 6,5 километров железнодорожного полотна. Проект находится на согласовании. Анжелика Завгородня, Денис Чищенко, Время новостей. Впереди три месяца школьных каникул. Организацию отдыха и оздоровления юных крымчан обсудили в администрации Симферополя. Этим летом представители льготных категорий, а также одаренные школьники полуострова смогут не только отдохнуть, но и познавательно провести каникулы. Тематические площадки, детские лагеря дневного пребывания, организация походов и экскурсий. В Крыму подготовили все условия, чтобы маленькие крымчане могли набраться сил перед новым учебным годом. В бюджете города Симферополя предусмотрены средства на обеспечение детей льготной категории, прибывающих в лагерях. Такая сумма составляет 2,837,016 тысяч рублей. То есть нам этого вполне хватает, чтобы обеспечить детей льготной категории питанием, там, где родители выбирают двухразовое или трехразовое. Одна из задач компании – оздоровить около 70% льготных категорий детей. Однако глава администрации Симферополя уверен, что в этом году можно охватить больший процент юных крымчан. Дофинансировать 20 миллионов, ну давайте найдем, не вопрос. Я думаю, депутаты нас поддержат, правильно, чтобы мы 100% охватили всю льготную категорию. Это будет хороший показатель. Договорились, мне в течение недели все предложения, в том числе и пофинансирование. Из республиканского бюджета на оздоровление всех школьников Крыма выделили 300 миллионов рублей. Достаточно серьезно подняли уровень отдыха по сравнению с прошлым годом. Ну, конечно, это не предел. Есть некоторые недоработки, о которых мы сегодня открыто и прямо говорили. А есть нехватка, скажем, финансов, о которых мы также все знаем прекрасно. Ну, будет, так скажем, куда расти. Победителей конкурсов, фестивалей, спортивных турниров и просто активных представителей подрастающего поколения тоже ждет отдых на базе детских оздоровительных центров Крыма. Алена Сергеенко, Виталий Голубев, Время новостей. Мы следим за развитием событий на полуострове. Я желаю вам хорошего настроения и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова